Всем приветик! У меня сегодня адская головная боль, просто не могу, вообще ничего не соображаю. Утром встала, Киру в школу завела, легла в кровать. Полчаса полежала, понимаю, что я не могу лежать, потому что когда у меня болит голова, я ничего не могу делать, в общем, не лежать, не сидеть, ничем. Пришла мне смс-ка с новой почты, что нужно пойти забрать посылочку, но я не в силах и не в состоянии на нее идти, поэтому, скорее всего, я ее заберу завтра, когда Кира будет в школе, потому что Кирюха не должна знать, что там. И завтра же счет должны привезти Z-Box. Я так и не поняла, вообще, я вроде бы с оператором разговаривала, и она сказала, что я должна оплатить на карту. И она говорит, я сброшу реквизиты. Реквизиты никто не сбросил, посылку отправляют курьером. И я так и не могу понять, кому я должна платить. Курьеру? В общем, не знаю. Я не знаю просто, от кого будет курьер или от фирмы Z-Box, или курьер от новой почты. Поэтому я не поняла, о чем мы разговаривали с оператором, когда она мне звонила. Она мне звонила, как раз я была в магазине, выбирала себе карандаш для глаз. И она мне в это время позвонила. О чем мы разговаривали? Так сумбурно помню, что Z-Box, посылка будет, да, вы соглашаетесь. А все остальные подробности вообще у меня как из головы вылетели. Я пытаюсь вспомнить, о чем. Думаю, да ладно, все. Знаю точно, что в четверг должен прийти курьер, поэтому буду ждать. И сегодня же у нас родительское собрание. Очень сильно хочу сходить на собрание, все-таки же поговорить по поводу того, чтобы домашнее задание писали в Вайбер. Чтобы не было этого, напишите, пожалуйста, домашнее задание. Вот, поэтому узнаем, что мне сегодня скажет учитель по этому поводу, согласится ли он или нет. Потому что Кире, она уже высказала, что Кира по пятницам в школу не ходит. Два дня, вернее, две недели подряд. Да, у нас такое было, что один день она не пошла в школу, потому что нужно было. А второй день она не пошла в школу, потому что я так решила. В общем, получилось так. Нужно было в любом случае, нужно было просто в школу не пойти в пятницу. И вот она вот Кире вчера сказала, что по типу, если ты в эту пятницу не придешь, ты слишком много себе делаешь выходных, то пропустишь конкурс кенгуру. У нас, по-моему, будет что-то такое. У нас уже был колосок, они писали на этой неделе. И вот еще будет конкурс кенгуру. Так что ей уже сделали замечание, что она по пятницам не ходит в школу. И не знаю, как она отреагирует на мою просьбу, учитель, как отреагирует на мою просьбу, чтобы писать домашнее задание в Вайбере. Посмотрим. Почему-то мне кажется, что она мне скажет, вы вообще когда хотите, тогда в школу уходите. Ну, во-первых, это наше право. Мы ничего не пропускаем. И это наше право. У нас есть свои какие-то права, обязательства и семейные обстоятельства. Поэтому, если в какой-то день мы в школу не пошли, то это не потому, что мы не захотели, а это потому, что нам нужно было. И все уроки, которые они делают, мы их тоже делаем. Также у нас же еще есть и дистанционное обучение, поэтому мы вообще ничего не теряем. Пойду, наверное, все-таки я выпью таблетку, потому что у меня что-то сил вообще уже нету никаких. Нужно что-то делать со своей головой. Да, птичка? Так, таблеточки. И сегодня чаек Кирю сделала в школу. Видите как? Сделала чай, говорю, Кирюшка, возьми термос. Побежала. Термос забыла. В общем, я поспала. Не знаю. Долго поспала я. Но в состоянии, знаете, какого? Все слышу, все чувствую. И голова у меня все равно адски болит. Уже три часа дня я все, иду за Кирой. Она мне не звонит, поэтому иду ее заберу. У нас в шесть часов родительское собрание. Пусть дома сидит. У меня аж нос заложило от того, что, видимо, давление скачет. Но на улице погода. Сейчас я вам покажу, какая. Скорее всего, из-за этого у меня такие головные боли. В общем, идемте Кирочку заберем. И узнаем, как у нее дела в школе. Чай я ее весь выпила. Ну, ничего. Кстати, я заказала прикольную штуку Кирюшке. Еще один сюрприз-бокс. Но я его нашла совершенно случайно. Это сюрприз-бокс канцелярии. Мне его сегодня вышлют. Завтра я получу. В общем, завтра я на новой почте буду получать очень много посылок. И, конечно же, на ее канале мы это все будем открывать. Это будет очень круто. Мне самой интересно, что же у нас там попадется. Так что, ладно, идемте за Кирочкой. Видите, какая у нас погода на улице. Снег идет с дождем. В общем, скорее всего, из-за этого у меня головные боли. Ладно, идемте за Кирочкой. Еще нужно зайти в магазин, купить корма собакам. Они голодные. Друзья моя. Ты сегодня такая красотка. Настоящая школьница. Да, на каблуках. На каблуках. Иди собирайся, котенок. Жду Кирюшку, она все никак не может выйти. Там учительница уроки проверяет, там тетрадки отдаёт. А, наконец-то, идёт. Ну все уже, можно идти домой? Да. Идем мы с Кирюшенькой уже домой. Как всегда, она с сухариками. А еще купили мы три тарелочки. Розовые и две фиолетовые. Но они не фиолетовые, они какие-то такие серые. Сейчас, вот такой вот серенький. Нам с папой по серенькой тарелочке. Ну, а Кирюшке, конечно же, розовенькая. А розовенькая, да, одна. Потому что я как-то так столкнулась с тем, что у нас совершенно нету глубоких тарелок. Ну, побитые или какие-то рваные, драные. В общем, пришлось, да, пришлось купить тарелочки. А мне вот такие вот нравятся. Они маленькие, глубокие. И я люблю такие. Яркие. Типа как мисочки, да, вот прикольные. Все, ребятки, мы идем домой. Я иду лечить свою дальше голову. И топать на родительское собрание. Топ, топ, топ. Кирюшка уроки сделала все, да, Датя? Только английский на завтра. Ну, только английский осталось. Здрасте, Настя. Обязательно завтра в школу, потому что у меня даются куча-куча дел. Очень-очень важных. Поэтому завтра ты в школу идешь. Хорошо. Ставрова, вы на мамы, как всегда, делают мастер-классы. По какому предмету? По мастер-классу или трудовому. Там совушки будут. А что нужно для этого? Ножницы и клей. А дальше вовно маме все принесет. Отлично. Это мне нравится. Все, идем. Мы уже дома. Вот такие вот тарелочки купили. Вот такая тебе, мне, Кирюшке и папе. Вот таких вот три прикольных тарелки. Мне очень нравятся. Я люблю такие тарелки именно для супов. Мне очень-очень нравятся. Что такое? Шанти! Вот так вот бывает, ребята. И что-то зимой это очень зачастилось. Шанти, оно быстро сюда. Ага, теперь, конечно же, не подойдешь, да? Ой, ладно, не могу сейчас ругаться. Еще купила туалетные бумаги. Купила собакам корма. Но, видимо, они его не заслужили. Потому что наделали мне делов. Ну, как всегда, хлеб, перчика, огурчики, помидорчики. Ну, и еще хлебушек. Птичка, а ты почему не наругал собак? Чтобы они этого не делали, а? Смотрел на них? В общем, ладно, буду сейчас я убирать следы преступлений. Накрыла я уже на стол, а Кирюшки все нету, 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 нету. Но у меня нету сил ни звать, ни кричать. Даже собак не наругала, что они мне тут Шкода наделали. Потому что вообще нету сил. Хочу уже поскорее собрание, чтобы закончилось. Кирюшка идет. Прийти домой и спать лечь. Дотенька, ну ты где, солнце? Уже остынет сейчас. Вот всегда насыпаю кушать, что вот Кира, что папа. Их не дозваться. Спрашиваю папу, тебе кушать насыпать? Он сидит за компьютером. Да, говорит, насыпай. Я говорю, ну смотри, я сейчас насыпаю, чтобы ты только сейчас пришел, начал есть. И как всегда он приходит, когда она уже остыла. Как засидеться за работой, так и не достать его точно так же, как и Кирюшку. Привет, солнце. Ну, наконец-то мы тебя дождались. Давай, иди сюда, котенок. Будем кушать. Три вперед, три вперед, и все, вперед, вперед, вперед. Так что, ребята, кто кушает, всем тоже приятного аппетита. Аппетит. Кирюшка, давай, пока ты не начала делать, у меня к тебе есть очень важное задание. Какое? Вот это убрать. Что? Девятку эту. Она уже сдулась, она уже никакая, она просто мешает. Она не упала, мне она не мешает. Скидрила-папа. Дочь, пожалуйста. Скидрила-папа-папа. Давай, я тебе даю задание, чтобы ты ее отрезала вот здесь. Задание? Ну, давай, мамочка, задание. Ты хочешь не... Сейчас она мешать не будет. Не, ну дочься. Ну, теперь она же тебе не мешает. Кирюш. Нет, девятка, нет. Давай, у меня уже готова одежда, чтобы идти на собрание. Нет, я с ней еще не игралась, она еще не испортилась, мам. Ну, вот невозможно ее заставить эту девятку выбросить. Ребята, скажите Кире, чтобы она уже выбрасывала эту девятку. Я ей потом прочитаю ваши комментарии, и она, я думаю, ее обязательно выбросит. Кирюша. Кирюшка делает английский, не дала она мне все-таки выбросить свою девятку. Ой, она меня уже так наела, я чувствую, что когда-нибудь Кира перейдет со школы и будет на меня очень сильно кричать, потому что я ее просто возьму и выкину, если этого не сделает Кира в ближайшие пару дней, Кирочка. И шарики нужно доте уже все поздувать, чтобы мы могли потихоньку украшать квартиру к Новому году. Окей, вечерка? Все, указание ей дала. А я собираюсь идти на собрание родительское. Ой, не знаю, так не хочется, но надо, надо идти. Боже мой, знаете, что еще задали Кире? Проект по Я в мире, есть такой у них предмет, Я у Свити. Сделать проект про школу родителей. То есть, я так поняла, это родители должны сделать проект. Рассказать, в какой они школе учились, как звали первую учительницу и самый интересный момент смешной со школьной жизнью. Но в чем суть? Мои самые интересные моменты в школьной жизни, они у меня, знаете, когда начались? Когда я была в классе 10, 11, 9, и про эти моменты совсем не хочется рассказывать третьему классу моей дочки. Я даже Кире эти моменты не рассказывала, поэтому даже не знаю, какой смешной момент придумать из жизни моей в начальной школе. И что у меня там было смешного? Смешного, на самом деле, у меня в школе ничего не было. У нас была ужасная учительница, которая била нас, которая обзывала, которая ставила нас в угол, унижала. В итоге, когда дети рассказали своим родителям, уже не выдержали, её уволили. Вот это моя первая учительница в школе. Это печальный опыт, и тут нечего рассказывать. А всё самое интересное началось уже тогда, Кирочка, когда я стала взрослой девочкой. Пока я была на собрании, Кирюшка сделала такой красивый плакат с Новым годом. И с Розочкой. С Розочкой такой классный, просто супер. С Новым годом. С Новым годом. Красота. И с Розочкой. Моя умничка. Кроватку себе расстелила почти хорошо. В общем, молочинка. Солнышко, я тебя люблю, ты молочинка моя. Ложись спадки, а потому что уже очень поздно, а я пойду выйду с собаками. Про собрание я вам, ребята, расскажу завтра. Это был трэш. Так что всем спокойной ночи и пока-пока.